МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые годы 21 века мы становимся свидетелями нового интереса к русской народной картинке – клубку. Искусство полузабытого народного промысла, корни которого уходят в старину, выработало свой художественный язык, доступный и понятный всем возрастам и сословиям. Лубочные картинки восполняли у народа в течение долгого времени недостаток информации. Рассказ в картинках с пояснительным текстом характерен для многих стран мира. Но именно в славянских он развился и утвердился как традиционный вид искусства. Ученые неоднократно пытались расшифровать значение слова «лубок». Некоторые полагают, что оно происходит от слова «луб» под корья дерева липы. Другие связывают его с лубяными коробами, в которых торговцы «Афени» разносили картинки по деревням и селам. Возможно, оно произошло от московской улицы Лубянка, где издавна печатались и продавались лубки. А может, наоборот, улицу так назвали из-за лубков. Что же такое лубок? В самом центре Москвы, именно в том месте, где много веков назад существовала печатная слобода, есть уникальный музей – музей народной графики. В нем собрана богатейшая коллекция лубков. Расскажет нам про русские народные картинки основатель музея и его бессменный директор – художник Виктор Пензин. Я родился в Пензе, и фамилия моя – Пензин. И если говорить о том, что о моих корнях, они у меня были, как говорится, землепашцы, и, в общем, люди, ну, в общем, из простого народа. Для того, чтобы художником стать, и, в общем, это надо прежде всего быть рожденным. Ну, и в этом случае мне помогла как раз моя родина, моя Россия и жизнь, которую я там и учил. Я учился в Пензинском художественном училище. У меня были хорошие учителя – Горюшкин, Саркоподов, Краснов. Горюшкин, Саркоподов – это был любимый ученик Репина, а Никита Карпович Краснов – это, прежде всего, так сказать, ученик Петрова Водкина. Так что я школу хорошую получил. Когда я был молодой, на плотах по Неге, это река такая, надо же, оттолкнулся, построили плот и поплыли. И вот, как стать путешествием по глубинке Архангельской, Вологодской, Горьковской, в то время-то я увидел вот эти самые, значит, дома, это дома-музеи, брошенные деревни, где, так сказать, были сами дома. Это является произведением искусства. Часто я был в брошенных избах, на обоях красовались лубки. Один лубок, мы сейчас его выставляем, и мы его не реставрируем. Так сказать, он засижен мухами, вот, и мы его, так сказать, сейчас как экспонат, и очень им дорожим. Лубок, без сомнения, являлся прототипом современных средств массовой информации. Ведь ни электричества, ни газет, ни тем более телевидения с интернетом не было. А как доносить царские указы, вести из военных походов и светские новости до самой глубинки? Это все сообщалось именно в лубке. Долгое время лубочные картинки были чуть ли не единственной духовной пищей народа и энциклопедией самых разнообразных знаний. Картинки были и книгой, и сатирическим листком, и песенником, и забавой, неизменно вызывая в зрителях здоровый и добродушный смех. Многие дети, раскрашивая картинки, учились по ним же и читать. Русский историк Снегирев в своем первом исследовании лубка отмечал, было время на Руси, когда сословия еще мало разъединялись нравами и обычаями, когда игры и потехи были едва ли не одни и те же у крестьянина, купца и боярина. В это время такие картинки имели свободный доступ и в царские палаты, и в боярские хоромы, и в крестьянские избы. Ибо они составляли не одну праздную забаву и бессмысленную потеху, но и наглядное вразумление, деятельное руководство и поучительные образцы для жизни семейной и общественной, для настоящей и будущей. Сейчас находимся в музее русского лубка, так сказать, или как бы народной графики. Но прежде всего это направление, оно было создано, конечно, и родилось еще с возникновением книгопечатаний. Это Иван Федоров, но лубок это прежде всего тираж. И это прежде всего, ну, как говорится, форма, с которой печатался лубок. Но можно задать другой вопрос, что такое лубок. Значит, я могу объяснить телезрителям следующее. Значит, раньше липовая доска или липа, подкорье липового дерева называлась лубом. Ну, как известно, в той же самой сказке у одного героя сказочная была избушка лубиная, а у другого героя, сказочного персонажа, это ледяная. Так что в то время вот это от слова, произошло от слова лубок, от слова луб, подкорье липовое дерево. Вот эта липовая доска пилилась, как говорится, вот на такие тонкие пластины. И художник наносил рисунок. И все, что рисунок не трогался, так сказать, специально ножами, он вырезался. И вот все углубления, вот мы сейчас видим, так сказать, где углубление, там краска не заходила. А наносилась краска по поверхности, раскладывался, клался лист бумаги. И на специальных станках такой пресс, так сказать, накладывался, оттискался, и потом снимался лист. И тем самым мы получали черно-белый оттиск. Ну, а художник дальше раскрашивал, значит, цветными красками. От чего происходил, так сказать, ну, лубок становился яркий, звонкий. Ведь в то время-то не было такого богатства краски, а было всего 4-5 красок. После сельскохозяйственных работ, когда уже в зимние вечера, то семья крестьянская подрабатывала раскрашиванием лубков. Лубки печатались в Москве. Мы с вами находимся на улице, так сказать, рядом с переулком Печатников. Это Слобода была. И церковь, церковь так называется, Печатник. А вот где метро Сухаревской, там церковь в листах. Это, значит, награде которой продавались лубки. В общем-то, это был первый книжный магазин. Ну, тут же был и Сухаревский рынок знаменитый, где продавались эти лубки. Значит, печатались как раз в Печатной Слободе. Эти печатные листы вазами отвозились во Владимирскую область. Ну, в частности, Подмосковье, Ильинская такая была деревня. Ну, и вот в эти зимние вечера семья рассаживала за длинный стол, и перед каждым членом семьи стояла краска. Красили не кисточками, а лапками, зайчами. Значит, допустим, хозяин клал на изображение, допустим, он только оранжевый цвет. Значит, хозяйка только синий цвет. Самое интересное, ну, а если дети есть, то значит, у каждого по свой цвет. Но это называлось, там два типа раскраски. Есть по носам и есть по контуру. Так вот, значит, вот эта неаккуратность, она создавала очень звонкий и неповторимый вид. И тем самым абстрактное искусство, Кандинский Василий, так сказать, вот тут, глядя на этот лубок, если мы уберем черный цвет рисунок и оставим только цветные пятна, а пятно заходит, там, допустим, в синий цвет, на желтый, и это, в общем, получился как бы будущий абстрактный искус. Жанр лубка требовал сопровождения рисунка текстом, который зачитывал грамотный человек. Слова могли быть как назидательного характера, так и шутливые. В них проявлялась народная мудрость и смекалка. В тексте показывалось отношение народу к различным историческим событиям. Отражались нравы и быт того времени, юмор, а иногда и глубоко запрятанная, зашифрованная политическая сатира. Открытым текстом народ боялся комментировать деятельность высшего сословия. Доставалось и коронованным особам. По мнению ученых, знаменитый лубок, как мыши кота хоронили, является карикатурой на императора Петра I. Кстати сказать, кот казанский у Мастрахански тоже считается сатирическим лубком на того же Петра I. Всем известно, что царь проводил свои реформы крутыми и жесткими мерами. Многие из его нововведений, такие, например, как насильственное бритье бород или гонение на национальный костюм, вызывали глухой ропот и протесты в народе. Сатира сатирой, но и с эстетической точки зрения лубок – кот казанский. Признан одним из лучших изображений кошки во всем мировом искусстве. Так что лубок – это настолько мощное явление, и оно является самым нашим национальным, что ли, достоянием. Но когда я приезжал, допустим, с выставкой лубка, а я объехал, как говорится, около 33 страны, от Австралии до Мексики, Колумбии, Эквадор, перечислять Англии, Франция и Тунис, ну, не буду перечислять, не хватит, как говорится, времени на всю передачу, то, допустим, если в Мексике, когда самые-самые национальные, что это – сомбреро, шляп от солнца, в Тунисе, значит, у них там маски, ритуальные фонарики, допустим, в Китае или в Японии, то, когда приезжают иностранцы, то они прежде всего идут в наш музей, потому что наш музей, то есть вот этот лубок, это является нашим исконным, традиционным народным искусством. И почему он задержался у нас? Лубок ведь был и во Франции, и в Англии, и во всех этих странах, и, так сказать, в прибалтийских странах. Но дело в том, что у нас же не было таких, у нас огромная страна, и если какое-нибудь событие проходило, и прежде чем дойти его до Владивостока, то есть там за Урал, это проходили годы, но интеллегах долго-то не проедешь, пока дойдет эта новость, через посредством лубка. Лубок начал свое, как говорится, ну, как сказать, явление в жизни, и, как сказать, он начал с духовного, так сказать. Он был, ведь лубок, помимо, что он был духовный, исторический, политический, социальный сатир, сказочный, декоративный лубок, песенный лубок, вы понимаете, то начинался лубок, конечно, как с духовности. Для простого народа икона в свое время, она же была дорогая, так сказать, которая написана маслом, которая на ковчеге. Но с возникновением книгопечатания, когда мастера-художники, как говорится, мастера-лубочники, стали повторять вот эти духовные, то есть Богоматерь, молитвы, календари, и то есть он как бы начинался духовным лубком. Это потом, спустя, допустим, полгода, ну, столетия, он уже стал как бы, уже, ну, стал уже, народ стал выражать через посредством, через своих художников, он стал как бы выражать свое мнение или видение на вот эту, на жизнь, которая его окружала. Если он раньше был, как сказать, печатался с деревянной доски, 18-17 век, то, ну, сколько можно сделать с такой липовой доски? Ну, тысячи экземпляров, ну, две. Потом доска крошилась, вот, и с возникновением уже других способов печати, потом была в России завезена красная медь, значит, листы, и стали травить царской водкой, это уже, так сказать, уже, ну, уже глубокая печать, потом оффсетная печать. С возникновением технических уже направлений уже появился на порядок на тираж этого лубка. Уже Сытин, продавая по копейке за лубок, стал миллионером, потому что он пропагандировал, так сказать, создавал, ну, огромное количество, так сказать, своих лубков. И, конечно, это распространялось по России через, ну, через таких, ну, по деревням ходили афене, которые в своих коробах разносили вот эти самые книжки и вот эти лубки. И этого, он так назывался, афеня. Он приходил, его ждала вся деревня, это было целое событие. Ну, раскупленные лубки тут же вывешивались на закопченные черные стены, и, значит, ну, и население, как говорится, крестьянин узнавал, что проходило или происходило в мире. Тематика народных картинок поистине энциклопедична. Глубку подвластны религиозные и нравоучительные темы, русские былины и рыцарские романы. Доступным языком, живо и остроумно изображались сцены городской и деревенской жизни, праздники, давались образцы народного фольклора. Причем в лубке эти сцены отразились раньше, чем в живописи. Так один из самых архаичных лубков называется «Старик Агафон лапти плетет, а жена его, Арина, нитки придет». И показывают сцену крестьянского быта весьма достоверно. В XIX веке в лубок проникают литературные темы. Стихи Пушкина и Лермонтова, басни Крылова, юмор Гоголя переосмысливаются мастерами, иногда получают дальнейшее сюжетное развитие. Так чрезвычайно популярный лубок со стихами Пушкина «Под вечер осенью ненастный» рассказывает об обманутой девушке, которая оставляет своего новорожденного у чужих дверей. Народ придумал ему продолжение, и появилась другая картинка. На ней изображено удивление крестьянской семьи, нашедшей у своих дверей подкидыши. Подпись к картинке рассказывает будущее этого ребенка. «В семье чужой тебя усвоят, без ласк, безродный ты взрастешь». Русский лубок, он жил, как я говорил, 400-300 лет, так сказать, здесь начинаешь с этого года, с 1564 года. Но с приходом советской власти, которой лубок абсолютно был не нужен, потому что им, если лубок обращался к каждому человеку, индивидуально, к отдельному рассматривающему, принципиально, лубок и плакат. Потому что в 2014 году было создано издательство, и он назывался «Сегодняшний лубок». Он просуществовал всего 4 месяца. И в нем начинали работать Черемных, Маяковский, Городецкий, так сказать, художники. Дело в том, что большевикам нужно было обращение к массам. Это плакат и лубок. Если лубок, поэтому он и был маленького размера, потому что, как правило, лубок вывешивался в стенах, высота избы была небольшая. Ведь в избу не повесишь же плакат, а обращение плаката это к улицам, к массам, к митингу, к толпе. И им нужно, ты помог фронту, то есть им нужно совершенно другое было направление. Поэтому как бы лубок тихонечко ушел, так сказать, в тень. И было такое мнение, если хотели оскорбить, ну и говорят, а, лубок, ну как бы это искусство второго сорта, но ничего подобного. Лубок это, как сказать, не случайно, видите, мы находимся в музее русского лубка, и причем в своем, законном, историческом месте. Рядом и улица Лубянка, и большая, и малая, и церковь в листах, и печатников переулок. Лубком занимались практически все художники. В каждом времени были свои художники, которые делали лубок. Но для них лубок являлся как бы не основным творческим кредо. Ну, сделал Маяковский 25 лубков. Потом он перешел в свойственную ему область, то есть вот плакаты, стихи. И я могу так сказать, ну, художник, я могу любого художника, то есть это я говорю о Маяковском, потому что как бы, ну, яркий представитель. Ну, в 30-е годы был Куликов, Афанасий, который тоже занимался лубком. Но они все были, ну, как, ну, все равно же они отходили в более свойственную, присущую им творческому, ну, явлению. Они делали свои, как бы, ну, основные, что ли, занятия. А лубок, они отталкивались, начинали. Возможности лубка, в том числе и художественные, привлекали многих известных художников. Достаточно упомянуть таких мастеров, как Иван Билибин, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов, Аристарх Лентулов. В композициях лубка не встретишь академического классического рисунка фигуры человека анатомически правильного изображения животного. Ты и пейзаж в них все больше фантастические цветы, условная архитектура. Мастера преображали увиденные вокруг себя в сказочный мир. Все сильно преувеличено. Если красавица, то самое распрекрасное, с румянцем во всю щеку, цветы, листья, плоды, невиданной величины и красоты. Нереальные звери и птицы, все загадочное, как в самой сказке. Но сюжет при этом мог быть самым обыденным. Своими необычными, колоритными образами, внешне простодушной условностью, юмором, лубок будет чувство доброе. Помогает патриотическому и нравственному воспитанию. Народные картинки затрагивают темы безнужной назидательности, с уважением к внутреннему миру каждого человека. Лубок отталкивается от традиционного искусства. Он обязан отталкиваться то ли от классического лубка, то ли, так сказать, ну, гжель, фидоскина, то есть от прикладных народных искусств. Вот когда вот эти все сочетания сходятся, тогда это становится современным лубком. Лубок становится как бы элитарным, то есть не каждый повесит его, но это все зависит уже от подготовки зрителя. Но то, что музей уже 21 год находится здесь, это уже о чем-то говорит. И общая цифра выставок за 700 выставок. Разве это не доказательство, что его, он имеет признание, всемирное признание? Музей предлагает 11 выставок. Вот сейчас я могу представить 11 выставок. У нас сейчас самая популярная выставка, вы даже не можете представить, какая, антиалкогольная. Всем миром против пьянства. Еще в 85-м году мы Горбачев, значит, когда боролся с нашей, как говорится, с алкоголизмом, мы сделали выставку всем миром против пьянства. И с этой выставкой мы объехали почти до Новосибирска. Наша сейчас выставка имеет бешеную популярность по стране. Уже шестой город, сейчас она в Орле. Она сейчас там началась, мы открыли здесь в декабре 89-го года, а в январе мытищи, Калининград, Подмосковье, Калининград, Королевка, это раньше он назывался Калининградом. Потом у нас она переехала в Брянск, Орел, Пенза, понимаете, а заявок у меня, вот поверьте, около 20-ти городов. В декабре я сейчас еду с этой выставкой в Волгоград, понимаете, а там уже заявка стоит, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону. Это о чем говорят? Россия начинает лечить себя снизу. Теперь я вам хочу сказать, вот как раз эра современного лубка, она начинается сегодня, вот с сегодняшнего времени, потому что как таковой изобразительной агитации нет. Есть реклама, вот пожалуйста, в метро брось курить сегодня, а я вам скажу, делайте зарядку по утрам. Ну, правильно было сказано, а причин-то не сказано, а у меня лубок, который рассказывает и показывает, если будешь пить пиво под корытовский лубок, будешь нести тяжесть выпитых литров на своих плечах и показывает, как они несут эти все, так сказать, которые пьют пиво. Будешь пить красное вино, ехать к своей могиле, но худом козлище. А уж если ты пьешь водку, то будешь лететь к своей могиле нарезанной скакуне. Практически сейчас на повестке дня стоит создание издательства современного лубка. Тем более сегодняшний лубок, он же был в 2014 году, теперь пора его восстанавливать, потому что нужна изобразительная пропаганда, которой нет. Мы сейчас должны бороться и взять в защиту как раз школьников, школы, институты, а там должны висеть постоянные выставки, как раз показать картинку. Лубок ведь не приказывает как плакат, лубок рассказывает, понимаете, ты можешь посмеяться, можешь отойти, но, я вас уверяю, он тихо, но входит в сознание через зрительные глаза, так сказать, и уже человек начинает задумывать, почему нельзя пить, почему, ведь вот у меня на выставке сейчас, к сожалению, только всего один лубок посвящен наркотикам, когда сейчас надо просто создавать художников, брать объединение и создавать как бы свое издательство. Будущее как раз за современным лубком, потому что, смотрите, как пять пальцев, русский лубок 300 лет был, потом окна роста, это уже плакат, окна ТАСС, агит-плакат и снова современный лубок. Вторая замечательная выставка война и лубок, она, я ее привез только три дня назад из Брянска, то есть я показал выставку просто все лубочные военные тематики, посвященные этому искусству, выставка насчитывает у меня 150 единиц, лубочное искусство, это такая же академия, и она абсолютно, вот есть академическая, классическая, так сказать, в нашем понятии, как Церетели, ну, в общем, то, что академия, и лубочный искусство, это такое же, две ветви, две ветви, которые даже, они идут рядом, понимаете, но они такие же по значимости, так сказать, и имеют такое значение, вот это, так сказать, и лубочное искусство, так что академия у лубка впереди, у нас школа есть, яркие краски лубка, 21 век, и мы вот, например, в том году на конкурсе «Вафлеемская звезда» нам дали на этом конкурсе второе место, у нас есть грамота, мы гордимся достижениями нашей школы, а потом у каждого моего ученика, у Подкорытовых, там, у этого, у них свои дети уже, и они тоже вот эту стилистику лубка, как бы, дают, ну, показывают и в своих школах, где они там занимаются, в своих художественных школах, они, как раз, продолжают, ну, распространять, что ли, вот это лубочное искусство. Лубок своими необычными образами, жизнерадостностью и декоративностью способен затронуть душу человека и пробудить добрые чувства. Современный лубок не застывшая форма, а живое искусство, которое развивается с рождением новых социальных и общественных традиций. Он является преемником и продолжателем русского лубка. Искусствоведы утверждают, что лубок умер. Лубок никогда не умирал и не умрет. Он будет жить, это, извините меня, что, моя убежденность, он будет и в 21 веке, и в 22, и в 20, как бы, и последующем. Но он будет меняться в технике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин